Денис, приветствую тебя на нашем первом недельном эфире анализа технического и фундаментального. Традиционно делимся своим взглядом на события на финансовых рынках. Техническая оценка, фундаментальные, друзья, аргументы всесторонние. Очень рассчитываем и надеемся, что информацией вы этой пользуетесь. Работаете вместе с нами, в данном случае по тренду, ну по крайней мере в отношении американской валюты уж точно. Ну, с меня классический легкий комментарий по фундаменту того, что было интересно у нас за последние дни. Пожалуй, все эти интересные события, они как раз датируются вчерашним днем, когда последней ласточкой, то есть у нас три понедельника подряд, Pfizer, Moderna и AstraZeneca, опубликовали результаты о испытаниях их вакцин. И вот это три фармацевтических компании, которые сейчас готовы помочь человечеству бороться с пандемией, чтобы ковид в итоге отступил и так далее. Но опять же, если мы посмотрим на то, как отреагировал рынок, вчера первая реакция, конечно, была рост. Рост фондового рынка активно восстанавливался, даже бакс пытался прибавить, потому что в первой реакции все поверили в то, что вот еще одна вакцина, еще помощь, и уж точно впоследствии этот фонд, который может улучшить перспективы мировой экономики. Но вопросы пришли довольно быстро касательно, опять же, и транспортировки, и срока вакцинации, и производства и так далее. И пока скепсис все-таки преобладает. Сегодня тенденция по доллару, опять же, снова нисходящая. Доллар тащит вниз. Сейчас прокомментирую, опять же. Ну, можно прямо к демонстрации перейти тогда. Сейчас, секундочку. Конечно. Индекс доллара сейчас, друзья, должен быть на ваших экранах. Денис, фидбэк дай, график видно? Да-да-да, все видно-видно хорошо. Отлично. Вот как раз четырехчасовой таймфрейм, и индекс американской валюты снижается. Ближайший уровень поддержки 92.11, и потом уже будем тестировать 91.72. Как и ранее, друзья, я предлагаю вам работать по крайне предсказуемой нисходящей тенденции. Доллар снижается, потому что тот фон, который сейчас есть по американской экономике, только лишь такому движению и способствует. Я сегодня, когда записывал свой брифинг, пожалуй, уже смирился с тем фактом, что следующим президентом США станет Байден. Потому что то, что мы видим по новостям, подтверждает тот факт, что Трампу в ключевых штатах не удалось оспорить в свою пользу результаты выборов. Поэтому ждем, конечно же, голосования выборщиков в середине декабря, но уже почти на 99% можно сказать, что президент Байден. И он уже начал, кстати, свои кадровые перестановки. Первая инициатива – это тот человек, который займет позицию руководителя Министерства финансов. Это всем известный Джанет Йеллен, которую я, как чиновника, с большой симпатией к ней относился из-за тех мер экономического стимулирования, которые ранее она, как идейный вдохновитель была. И сейчас Джоум Пауэлл, по сути, продолжает ее политику. Короче, как только Байден придет к власти официально, он снова, как и обещал, точнее, займется вопросом более усиленного контроля и более жестких мер борьбы с ковидом. Его ближайшее окружение – это окружение сторонников беспрецедентного экономического стимулирования. То есть будем ждать поддержки для американской экономики, денежной, конечно же, от Конгресса и от регулятора. Тем более сейчас в загашнике у регулятора есть 560 или даже почти 600 миллиардов долларов, недорасходованных Джеромом Пауэлом в фонде чрезвычайной помощи. А, кстати, критика последняя Мнучина, которая пока что возглавляет Министерство финансов, что почему ФРС не тратит эти деньги, когда Конгресс пока не может согласовать новый пакет финансовой помощи из-за того, что неизвестно официально еще имя американского президента. Все подталкивает к тому, что ФРС может прибегнуть к более мягкой экономической политике. Доллар как раз это чувствует и снижается. Поэтому, друзья, два уровня поддержки я обозначил. Я вообще думаю, что можно уже смириться с тем, что индекс доллара точно будет претендовать на движение в районе 90 пунктов. И, скорее всего, произойдет это уже совсем скоро. Очень агрессивно сбрасывают индекс. Обычно это низковолатильный инструмент, но вот эта тенденция нисходящая, она крайне выражена сейчас. Как работаем с риском? Европейская валюта пыталась вчера добраться до поддержки 1,18. И, в принципе, ей это удалось. Сейчас, кстати, четырехчасовой таймфрейм у нас здесь выдерживается. Еще восходящий канал. Если мы на четырехчасовой перейдем, то сможем увидеть, как хорошо отбились от 137-й скользящей средней. И сейчас 1,1874 котировки. Движение только лишь вверх. Как и ранее, комментировали вместе с тобой тенденцию роста. Это закрепление выше отметки 1,1950 и, может быть, даже уровень 1,20. Это на перспективу ближайших, на мой взгляд, двух-трех недель. Сегодня я видел инвест-декларацию за метку Morgan Stanley. Пробежались они по всем активам рынка Форекс. И по евро-доллару уже рекомендуют 1,25. Хотя раньше у них цель была 1,20, как, собственно, и моя сейчас. Так, еще хотел обратить внимание на британскую валюту. Здесь тотальный рост. Вот вчера, сейчас это у меня четырехчасовой таймфрейм. Друзья, мы вчера сначала протестировали уровень 1,34. Потом была внушительная коррекция почти на 140 пунктов. То есть коррекция из-за того, что она таких масштабов, многие могли бы поверить в то, что это самый настоящий полноценный разворот, который может вытянуть фунт еще ниже. Я, признаться, я не буду отказываться от своих слов, которые, ну, то, что говорил в прошлый раз. Я все-таки в отношении британской валюты продавец. Даже несмотря на текущий рост, ну, не могу я вот как бы переступить за собственное ожидание его неизбежного обвала и за ситуацию вокруг Брэкзита. Потому что нет хороших новостей. Я буду до последнего сидеть в этой валютной паре, буду ждать разворота и надеюсь, что удача, ну, хотя бы ближе к концу года, когда уже будет вот этот уже назревать дедлайн, все-таки окажется на моей стороне. Уверен то, что и думаю, у тебя, Денис, обратная точка зрения по фунту, потому что логично сейчас фунт покупать, потому что снижается доллар. Я это тоже прекрасно понимаю и ранее уже комментировал. Но для меня главная тема вот в этом, дуэти активы фунт против доллара, все-таки Брэкзит. И я не могу сейчас отказаться от риска, который есть для фунта. Резюмируем. Индекс доллара вниз, как и раньше, европейскую валюту дожимаем до уровня 1.1950 и с целями 1.20. А фунт, друзья, очень рискованно. Я рекомендую не работать по моей рекомендации по британцу, потому что это против тренда. Но моя позиция все-таки дождаться негатива по Брэкзиту и прокатиться вниз. Денис, слово тебе передаю. Так, слово взял. Меня сейчас должно быть уже видно. Итак, касательно евро. Значит, да, вчерашняя достаточно интересная была ситуация. Если честно, я немножко в сомнениях. Дело в том, что евро у нас есть такая четкая зона сопротивления. 1.1880, 1.1905. Изначально еще в самом начале я точно так же, как и ты, целился на 1.1950. То есть это у меня как основной был целевой уровень. Дело в том, что на часовом графике сделали перекрытие, на 4-часовом нет. А вот 4-часовой тайм было сделано перекрытие полностью всего вот этого накопления. И тут у меня, если честно, закрались некоторые сомнения. То есть будет ли выброс вверх, то есть на проталкивание сквозь данные уровни. Я специально раскинул профиль вот на протяжении всего вот этого полностью флэтового движения за последние пару лет. И получается у нас такая вот интересная картина. Внизу отбились, откуда это прекрасно видно. Я вчера и на вебинаре это показывал, еще когда цена как раз в районе минимума была, что отсюда обязательно будет вот такой отскок. Чем он инициирован? Ну, во-первых, здесь у нас находился депок в определенный период времени. Плюс видно вот накопление у нас как рейтинговый объем сделан. Также 1-2 маржинальная зона поддержки сделана. И в целом, если посмотреть на футпринт самой свити 4-часовой вниз, мы четко можем увидеть, где у нас были основные сосредоточения сделок. И особенно такие всплески по бидам при падении – это у нас срабатывание байлимитов. И, следовательно, байлимиты плюс рыночные покупки у нас внизу свечи при движении. Вниз это чаще всего означает обратную реакцию в дальнейшем, то есть как минимум хотя бы коррекцию. И вот здесь вот как раз я решил продать с очень-очень небольшим стопом всего лишь 30 пунктов. Вот это 1,1880. Я не исключаю, абсолютно ни в коем случае не исключаю, что может быть движение на 1,1950. В таком случае у меня просто выбьет и перезайду немного выше. Но в целом приблизительно вот в таком виде оцениваю. Либо вот так – раз, либо вот так – два. То есть оба варианта развития событий приблизительно одинаково носят конечный потенциал. Это не среднесрочная сделка, это именно в краткосроке, там на ближайшую буквально неделю-две. Тем более, что сейчас на рынке такая вот неопределенность, я бы сказал, нестабильность. И поэтому буду пробовать здесь вот такие локальные сделать продажи. Ну, а там дальше уже смотреть, возможно, будем делать дальше переворот. Ну, пока что вот такая схема. Попробую здесь, если не выйдет, тогда уже буду повыше смотреть. Касательно фунта, тут ты правильно подметил, о том, что я его покупаю и покупал его вчера. Сегодня вот уже часть сделок, точнее, у меня примерно 40% зафиксировал на 1.338, точнее, даже там 33.77 у меня получилось, не стал уже 80 дожидаться. Почему? Ситуация простейшая на самом деле была. Вчера я ее также на своем вебинаре полностью обосновывал. Дело в том, что цена, вот когда достигла у нас самой ближайшей области сопротивления, это не была какая-то вот там ключевая зона, стратегически важная. Нет, абсолютно. То есть это промежуточная область сопротивления, построенная исключительно с помощью канала вверх и также двух маржинальных зон, которые от двух разных экстремов сделаны. Вот отсюда одна вторая и отсюда основная контрольная маржа. Сделали коррекцию вниз. Коррекция куда дошла? Во-первых, зона покупателя у нас была заранее уже, здесь очень четко сформирована эта трасса. Во-вторых, вот здесь следует обратить внимание на профиль. Профиль просто прекрасен. Вот с нижней точки на протяжении последнего цикла роста нарисовал еще со 2 ноября, то есть с начала месяца. И получается, что у нас наиболее сильные области поддержки являлись вот у нас диапазон раз, синим цветом помечена область, и следующий небольшой диапазон, вот он два. То есть цена, если даже отсюда не отскочила, подошла бы отсюда вниз и отсюда все равно дала отскок точно по такой же аналогии, как сделала аналогичную ситуацию евро. Поэтому здесь я исключительно только покупки рассматривал, и онлайн как раз на вебинаре у меня эти покупки сработали. Сейчас вот плюс почти 97 пунктов зафиксировал, остальное буду держать на 1.3480 здесь как основная цель. Потому что в целом, я посмотрел по опционам, то у нас есть достаточно большая вероятность прогуляться в район 1.35, плюс-минус может быть немножко выше. Так что потенциал есть, я считаю, продавать сейчас это будет немножко опрометчивым решением, и лучше все-таки работать по тренду. Потому что контртрендовых конструкций, как таковых, сильных кульминаций каких-то или еще чего-то, здесь просто нет. А уровней, которые формируются, ну и что? У нас уровней попутно, их достаточно много есть. То есть далеко не факт, что даже половина из них сработает. Поэтому я работаю по тренду, и в принципе такой подход сейчас показывает достаточно правильный результат, можно так это назвать. Единственное, только вот по евро решил чуть-чуть сгрешить, но опять-таки посмотрим еще, как у нас здесь в дальнейшем цена себя проявит. Потому что меня очень смущает, что вот 4-часовая свеча, основные объемы у нее в верхушке находятся. То есть такая комбинация очень часто является коррекционно-разворотной вниз, то есть как-то большая такая свечка с большим спредом. Спред имеется в виду от минимума до максимума на языке ВСА. И вот в самом-самом верху такой вот объем, вот сейчас по футпринту он как раз очень четко виден. Поэтому я попробую, во всяком случае, с риском 30 пунктов и сниженным лотом здесь рискнуть. Тем более фунтом все захеджировано. И по индексу доллара здесь, в принципе, ситуация не менялась. Также продолжение движения вниз в район 91,70 и затем выброс вверх. Да, естественно, это не совсем правильно будет по отношению к евро, если я и по евро показал отскок. Но, тем не менее, здесь есть еще вот она промежуточная зона 92,10-92,20, куда цена уже прямо сейчас дошла. И вот, собственно, большой вопрос, будет ли отсюда отскок. Но так как у нас, в принципе, произошло вот практически уже полное перекрытие вот этого движения вверх, то мне лично кажется, что отсюда могут уже и вовсе не отскочить. Так что, в принципе, такая немножко двоякая, скажем так, ситуация. Но я буду, во всяком случае, пробовать уже. По евро крайне рисковая затея, очень рисковая, потому что реально вижу, что сейчас могут уже попытаться все это дело откупить в обратную сторону. Тут я поддерживаю, что 19,50 – это все-таки ключевая действительно цель, которая максимально возможна с точки зрения реализации. То есть это не максимальная цель движения, а максимально возможный сценарий. Тем более, что я смотрю по опционным границам, то верхняя граница вообще начинается от уровня 1,20, даже там чуть выше, 1,2005. И с учетом того, что цена по мере роста, у нас будет премия потихоньку вот отодвигаться. Поэтому я держу еще один запасной вариант, это все-таки при коррекции вниз, что коррекцию дадут, там, может, пунктов на 40, 50, чтобы перевести хотя бы успеть в безубыток и потом снизу откупать. Ну, короче, такая очень скользкая ситуация. По фунту тут гораздо все легче, проще, понятней. Ну и индексу-то, в принципе, с тобой буду солидарен. Тренд вниз. Особо ловить на отскок по индексу смысла нет. Единственное, только евро. Но это чисто мой был выбор, мой взык – попробовать коррекцию взять. Денис, спасибо тебе за такой развернутый комментарий. Все здорово в плане техники. Друзья, информации у вас достаточно. Фундамент, техника, как видите, все сигнализирует пользу сохранения текущих тенденций, повышенного спорта на риск и давление еще на бакс. Денис, следим за рынками, за тем, что на них происходит в плане и движения активов, и появления каких-то фундаментальных новостных триггеров. Следующий эфир у нас с тобой в четверг, хотя, ты знаешь, четверг – день благодарения США. Я думаю, что… Да, четверки, четверки, пятница. Совсем тухленько. Ну, это, конечно же, по классике должно быть тухленько. Можно одну маленькую-маленькую ремарку? Я сейчас буквально очень быстро сделаю еще раз показ. Вот хотел показать по поводу вчерашнего еще бакса. То есть, когда произошел вот такой выброс по баксу вверх, он весьма заметный был на четырехчасовом тайме. В то же самое время, что меня смутило, на S&P 500 практически не дернулся. Вот эта штука меня очень сильно смутила, потому что, как правило, если бакс действительно летит, то что у нас по индексу происходит как рисковый актив, он, наоборот, активно снижается. Но, по сути, если раскинуть на протяжении вот этого всего движения профиль, и даже если исключить вчерашний день, то есть вот так здесь, у нас все равно ключевый этот профиль оставался вот здесь, в этой области покупателей. И она как раз устояла. Поэтому то, что фонда вообще практически не дернулась на индекс баксов, это уже наталкивало на мысли, что этот выброс, который мы увидели по доллару, был не более, чем пшик в воздух. Так, ну что, верим тогда в слабые доллары и дальше. Вернемся к тому, на чем я закончил. Следующий эфир у нас в четверг. День благодарения. Но сейчас из-за ковидной темы даже, наверное, есть риск того, что в четверг мы увидим еще более мощные движения, чем обычно, потому что для низколиквидного рынка будет достаточно небольшого просто изменения в новостном фоне, чтобы эти движения пошли. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения и до четверга. Пока. Спасибо, до четверга. Всем пока.